Намасте, дорогие друзья! С вами снова Ярослава Мудрого-Ранцов на Позитивной Волне и Академии Семейных Отношений. Я сейчас нахожусь в парке, в прекрасном парке. Время местное, 7 часов вечера. Парк, который находится в городе... Я не могу запомнить, испанские имена очень сложные. В общем, 30 километров от Мадрид по трассе. Это буквально 15 минут, в принципе. И парк, замечательный парк. Вот здесь просто все так хорошо. Воздух очумительный, дорожки, ничего такого особенного нет. Есть дорожки, есть разные площадки спортивные и природа. И вот я хочу, чтобы вы послушали просто вот эту природу. Слечет акация, вот впереди мной акация. Ах, надо поменять камеру. Сейчас поменяю камеру. Камера акации, да? Ну, они, в принципе... А, сзади у меня тоже акация. Вот она, акация. В каждом акации разные деревья. Птички поют по-летнему. Так красиво и замечательно. Просто радуйся жизни. Ничего такого особенного нет. Просто природа, просто солнышко. И так хорошо, и замечательно. Сколько надо человеку для того, чтобы порадоваться в жизни. Вот то, что... Я хочу до вас донести, чтобы вы прочувствовали там. Вот поделиться с вами кусочком весны. Кусочек весны. Сегодня 23 апреля. Сегодня 23 апреля. Чего лишь. А в Испании вовсю, можно сказать, лето по нашим меркам, жарко. Где-то 23 градуса сегодня было. И сегодня... О, мурашки мне тут замучили. А, это не мурашки, это какие-то мурашки, что ли? А сегодня день рождения Сервантеса. Сервантеса, великого писателя, который написал Дан Кихота, известного всем вам. И мы были сегодня на этой площади. Даже площадь, посвященная Сервантесу. И попали даже в музей. Попали в музей Сервантеса. И это... А мне на отдельном видео записано все. Это темно, очень вижу, наверное. На отдельном видео все записано. И я вам выложу отдельно. Вы посмотрите. Уверен, что вам это очень понравится. Потому что... Ну, классно. Мне понравилось. Домик такой уютный, двухэтажный. Вообще, испанская архитектура. Такая она очень... Ну, не скажу, что такая она, как... Может быть, где-то там в Италии. Ну, я не знаю, еще в Мадриде не было. Хотя, кстати, да. Мы же были в Барселоне. В Барселоне там тоже очень красивая архитектура. Очень красивая. Ну, там очень красивая архитектура. Елопат, уже говорится. Да, это видно, ну, просто в новых районах. Как бы так, такие простые кирпичные домики. Хотя тоже оригинальные, очень хорошие. И, в общем, возвращаемся к Санчо Пансису, Дон Кихоту. И, в общем, мы посетили музей, походили там по парку, по площади. Очень много красивых мест. Так умиротворенно, так спокойно, красиво, замечательно. Немножко проблема была в том, что надо знать испанский язык. Очень мало даже судей, вот обслуживающих персонал, для магазинов, людей разговаривают на английском языке. И, тем более, на русском или украинском, конечно же. Этого я и не ожидал. Но на английском, я думал, что будет поболее. А в Барселоне, конечно, несколько больше людей разговаривает на английском языке. Даже, по слову, наверное, намного больше. Особенно молодежь понимает, что, в общем-то, для того, чтобы быть сегодня успешным на рынке труда, в общем-то, нужно знать английский язык. Ну, тем не менее, не знаю, как это все нормально. Все выкручиваешься нормально, все плохо. Все хорошо. А бизнес не делаешь, поэтому просто отдыхаешь. И вот хочу еще раз вам передать эту просту природы. Слушайте, как птички поют. Как замечательно, как все здорово. Как прекрасен этот мир. Посмотри, как прекрасен этот мир. И не буду печь, чтобы не пугать. Пускай птички поют. А вы их послушайте. И вот я тут прилег сегодня после этого хождения. Так немножко жарковато было с непривычки, конечно. Да, так сказать, ну, можно сказать, зимы, тогда сразу в лето тяжеловато. Нагрузка большая. И вот прилег, на травичке полежал так хорошо, устало, спокойно. И вот решил с вами поделиться этим состоянием, хорошим состоянием солнечного света. Так здорово, замечательно. Послушайте, посмотрите, я сейчас переключу камеру на другое положение и посмотрел здесь. Просто, просто лето. Просто классно. Просто зелень. Просто трава и деревья. Ну, это так классно. Это так классно. Сколько человеку надо для счастья-то елы-палы, в конце концов. Не так много. Но нужно научиться ценить вот то, что нам матушка природа дает. То, что мы имеем. И это прекрасно. И так-то много, в принципе, надо. Надо только уметь это ценить и использовать как бесконечный, неисчерпаемый источник позитивной энергии, жизненной силы, который нужен нам для того, чтобы решать свою жизненную задачу. Сейчас я переключусь на новую камеру, чтобы вам было видно продолжение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!